А вообще по факту, в какой войне вы побеждали? В какой великой войне вы побеждали? Афганистан? Афганистан не красит вас. Вторая отечественная, как вы любите называть, Вторую мировую войну. Давайте не будем забывать то, что Россия волей-неволей была в коалиции с 15 республиками. Вклад в победу, которых тщательно замалчивается. А о том, что Соединенные Штаты, Великобритания выступили вторым фронтом, об этом тоже не любите говорить. О американском ленд-лизе, роль которого была не основополагающая, а решающая, абсолютно замалчивается. Мы развалили османов. Да вы не развалили османов. Просто Турция от монархии перешла к республиканскому виду правления. Благодаря Ататюрку. Наполеон, да вы бежали же, оставив свою столицу. Вы бежали из Москвы. Да. Куликовское сражение. Давайте не будем забывать то, что Куликовское сражение... Я слышал, что Наполеон пришел в Москву и ждал, когда царь ему пришлет какое-то там письмо или что, дальше что делать. А царь сбежал, и была тишина. Наполеон сидел, 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 сидел. Что делать? Никто, Москва никому не нужна. Москва никому не ушел из Москвы. Никакое великое сражение, где Россия избавилась от монголо-татарского ига. То есть от ига Золотой Орды. Это была междоусобная война между двумя ханами Золотой Орды. Как Мамай и Тухтамс. И русские князья были вассалами Тухтамса. Но об этом вы не любите, как обычно, писать и говорить. О чем речь? Речь о том, что история России всегда строилась на лжи таких пропагандонов, как и сегодня.